Всех приветствую на своем канале. Очередное пополнение музыкального плейлиста, точнее было без 100 музыкальных обзоров. Я тут собиралась, ну вообще собиралась сейчас, уже ухожу по делам, и решила фоном поставить вот такой вот замечательный диск. Опять же, отсылка к Тане Китаевой. Ссылка на ее канал есть в разделе «Интересные люди». По-моему, справа или слива. Ну, короче, с какой-то там стороны, если вы ткнетесь чисто на мой канал. В общем, вот такая вот группа. Очередное детище, я так поняла, лейбла ее мужа плюс еще два человека. Не помню название лейбла, но если вы ткнетесь на Таню, то у нее там есть ссылка, скорее всего, на ВК, и там у нее где-нибудь, наверное, есть в ее страничке ВК ссылка на лейбл ее мужа. Ну, по крайней мере, ссылка на ее мужа точно есть. Это у нас, я не знаю, правильно ли я произнесла, прочитала, произнесу точнее, правильно ли. Дастис Борис. Что хочу сказать, мне очень понравилось вообще. Такой не то чтобы металл, не знаю насчет симфометалла, но симфорок точно. Я вообще как-то не в курсе, бывает ли симфорок, ибо как-то давно уже не слушала ничего такое, и отстала, наверное, от жизни. Тут у нас истукановые мишки на таком конкретном поле. И вот так вот выглядит диск. Опять же, тот же самый формат Wave, то бишь вы сможете прослушать на обычном магнитофоне, я правда не знаю, может сейчас уже существуют магнитофоны, которые прослушивают диски, не только аудио, там какие-нибудь MP3 и тому подобное. Короче, на компе вы это послушаете. А вот у меня есть магнитофон, на котором я, допустим, аудиоформатные файлы на дисках, допустим, той же Britney Spears, Toby Summit и тому подобного слушаю, вот оно уже там не пойдет. Немножко на него опять же ругался дисковод, я не знаю, может оно где-то подчиркано, может это он давно где-то лежал, может так задумано и фиг знает, чем это связано, потому что дисковод у меня в основном привод, это мой компай ругается только на какие-нибудь заслушанные додыр диски. Тут у нас опять же стоит 2013 год, не знаю как точно, потому что предыдущий мой обзор, я потом гляну его в интернете, он там на сайте той группы даже как бы и 2016 годом был, может быть переиздание, но тут стоит 2013 год, за что купила, так сказать, за то и отдаю. Что хочу сказать, ну, во-первых, там три трека, где-то 6-5-4 минут, где-то так, но минут, не знаю, на 20, как раз пока я собиралась, мне хватило послушать, я думала, что не успею, но раз я дослушала как раз перед уходом, то я решила, что можно по свежим впечатлениям записать. Таня-то я вообще написала в ВКонтакте, потому что у меня есть тут как раз бумажка, без бумажки я букашка, да, своих впечатлений о каждом треке, и вот Таня-то я тут написала, сейчас я даже увеличу себе шрифт до неверных высот, я думаю, Таня будет не против, что я зачитаю свою конкретную мыслю, скинутую ей в личку. Так-с, в общем, как бы, скажем, тут-то у меня тоже, по ходу дела одно и то же было, начали, у меня такое ощущение было, что они начали играть как-то с середины, вот знаете, такой кусок вот между какой-нибудь металл-оперой и какой-нибудь просто металл-песней, где вот бла-бла-бла-бла-бла между текстом, куплетом, припевом, дикий такой соло-проигрыш. Вот чем на это напоминает. Не то, чтобы там вот, ну я не чувствую, что там начинается, допустим, за такта, но вот как-то ощущение, будто выдернули из какого-то вот, писали-писали, вот так сидели, работали в студии, а вот это выкинуть, это выкинуть, это на минусовке, а это у нас останется на такое произведение, такое конкретное. Я думаю, оно бы пошло к какому-нибудь фильму-саундтрекам. Вообще, весь бы диск я бы засунула на какой-нибудь там саундтрек, к какому-нибудь фильму, я даже не знаю, ну можно к аниме, но у меня почему-то ассоциация была, вот может быть из-за последнего стрима, мне там на мозге капали, что почему я фильмы перестала смотреть, что вот может быть мне бы какой-то фильм понравился, вот к какому-нибудь фильму, где не рисованные человечки, а тупо люди снимаются, да. Короче, вот я сейчас что тут зачитаю. Ну да, ощущение соло между куплетами, это я и так как бы сказала уже, вот что именно вот какой-нибудь там металлопере, что-то такое проигрыш, и второй трек, вот на второй трек так переходит незаметно, я даже не заметила, как вот он начался, я потом еще кнулась и прослушала повторно немножко, повторно. Один из этих четырех, так, раз, два, три, четыре, пятый, наверное, это у меня уже диск в обзоре, да, там один был как бы альбом в двух частях, да, и вот первый из вот этих пяти дисков, которые я слушаю повторно, по собственному желанию, потому что мне очень понравилось. Но так как я уже говорила в предыдущем обзоре из этого плейлиста, я себе ничего оставлять не буду, я стараюсь сейчас как-то немножко расхламлять свои эти такие слегка коррекции. То, чем я не пользуюсь, я собираюсь как бы отдавать, это я собираюсь найти библиотеку, у нас там есть такая фишка, как буккроссинг, ну, я думаю, по совету Маши, я думаю, что там кому-нибудь, может, интересно будет, послушают, послушают, вернут обратно, там, или как-то так, в общем, ну, кому интересно, так, загуглите в какой-нибудь поисковик, что такое буккроссинг. В общем, вторая тема, она у нас перешла, сейчас я вот прочитаю, даже, что я тут записала, ну, там, голос был, кстати, вот голос был во второй и третьей теме, то бишь, пели, я не поняла на английском ли, или на немецком, но точно не на русском, по крайней мере, слов я не очень поняла, или просто не зацикливалась, не обращала внимания, или они как-то меня не зацепили, в том плане, что слова, но вот чисто сама музыка, сами треки мне очень понравились. Ощущение, что вот фильм какой-нибудь такой, вот у меня такой ассоциативный, скажем так, ряд пошел, это вот приключения, слежка, шпионаж какой-нибудь, был такой сериал «Шпионка» сто лет назад смотрела, в общем, американский, вот туда бы, я думаю, подошел бы, наверное, треком, потом, значит, что-то у нас. Ощущение, вот, когда слушаете, вот фильм какой-нибудь про степь, про эреи, какие-нибудь там лошади какие-нибудь скачут, гонки, даже в основном мотогонки, какие-нибудь, не знаю, фильмы какой-нибудь, если смотрели, может быть, сериал такой был «Сыны анархии», или как-то так, или «Дети анархии», в общем, я от него тащилась, вот туда бы с саундтреком в какой-нибудь даже серию просто, очень бы пошел, наверное, такое. Ну и, как вот в предыдущих, там никакой не скучной, не еще что-то, вот в предыдущем обзоре у меня было ощущение от того прослушивания диска, будто это вторичность какая-то. Тут вторичности никакой нету, мне вот, в принципе, очень понравилось, интересны такие музыкальные темы, какие-то музыкальные предложения, музыкальное что-то. Так, что у нас тут, это вот по поводу вейва я тут говорила, да, что это вот все тут в вейве, и последняя вот у меня тут такая бумажка, прям как это на экзамен со споргалкой в открытую, правда, я тут не показываю ее, да, я ее опускаю вниз. Ну и третья вот тема мне показалась слегка депрессивной, вот, знаете, такая гнетущая атмосфера, каким-нибудь саундтреком, какому-нибудь фильму про Средневековье, ведьмы там какие-нибудь, да, вот это, не знаю, какой-нибудь боевик такой, где человек приходит и всех рикошетит нафиг, какой-нибудь там, не знаю, разруха, постапокалипсис, даже под какой-нибудь анимы бы, наверное, подошло, где уже все вот так вот, трындец, все закончилось, какой-нибудь, под какой-нибудь последней серии аниме, суть того, что вот там все, все нахрен разрушилось, там ничего не осталось, мне вот на ум приходит одно аниме, но у меня совершенно плохо с запоминанием названий, но там какие-то кристаллы были. Я подозреваю, что оно, я даже, у меня оно есть, наверное, в просмотренных плейлисте на файн аниме, но я не очень уверена насчет названия, и если вдруг кому будет интересно, я могу, конечно, туда ткнуться, пролистать по картинкам, какую-нибудь картинку вижу, вспомню, о, это то самое. Или даже, может, гляну серию, иногда потому что тыркуюсь на аниме, так, о, оказывается, я его смотрела, так дойду до середины, понимаю, что я его действительно смотрела. Ну и мне, конечно, вот жалко, что там было всего лишь три трека, вот, ну, не знаю, пять треков, шесть треков, вот на повторе его слушать самое то. Я сегодня буду добивать свою 18-ю главу снегопада, и, наверное, его поставлю фоном, потому что иногда хочется что-то такое вот, ну, что-то, не только синержи, потому что под синержи я не могу сосредоточиться, а вот что-то такое, что-нибудь новое. Ну, я тут сказала, Средневековье, Апокалипсис, Симфорок, да, и вот она такая за счет виолончели, там, этих струнных инструментов, она какая-то такая гнетущая, эта тема третья. Не сказать, что все, уже пошел это там, коньки откидывать, хочется плакать или еще что-то, но вот такая вот бывает иногда вот музыкальное произведение, что тяжелая какая-то такая атмосфера, но при этом успокаивающе. Не знаю, как передать, ну, в общем, мне очень они понравились. Да, вот что я тут еще, вроде все, тут трагические моменты, бла-бла-бла, Средневековье, Ведьмы, т.д. и т.п. Я нагуглила их в очередной раз в Яндекс, я так мило, у них есть какой-то сайт, и вконтактовая группочка, и ссылку на вконтактовую группочку я тоже оставлю в инфобоксе, ну, проходите, послушайте. Очень хорошая, классная музыка. Единственное, не поняла, у них там еще какие-то альбомы есть или нет, ну, как я поняла, они функционируют, по крайней мере, там какой-то даже то ли видеоклип, то ли просто съемка с какого-то концерта, ну, я уже увидела перед тем, как вот писать этот видос, а мне как бы надо уже уходить, поэтому посмотрю я, может быть, уже по приходу. В общем, всем спасибо, всем пока.